Для начала мы будем говорить о депрессии и тревоге. Скажите мне, пожалуйста, чем они отличаются друг от друга? И что главное для вас, с вашей точки зрения, в понятии депрессия и в понятии тревоги? Тревога – это ситуативная реакция, а депрессия – это не может быть стяжная. Причем по силе… Глубина переживания. Чего? Глубина переживания. Ну, так, еще какие-нибудь мнения? Депрессия – это логически связано, а депрессия – это просто обверенность. Ну, как это происходит? Понятно. Ну, во-первых, я должен вам сказать, что вообще рассуждения о переживаниях по глубине являются спекуляцией. Потому что у нас с вами нет градусника такого. Чтобы вставить его в душу, мы даже не знаем, где она находится. И померить, у кого из нас переживания глубже и сильнее. Но вы говорите об очень характерной именно для военной психологии вещи и центральной ее проблеме с моей точки зрения. Тревога – это чувство, всегда направленное в будущее. Будем считать, что будущее у нас справа. Тревога – это чувство беспокойства за будущее, за то, что произойдет. Из-за того, чего мы никогда не знаем. Поскольку наше будущее нам знать не дано. Депрессия – это чувство, всегда направленное в прошлое. И всегда, связанное с чувством вины. Дело все в том, что... Когда учился я, а чему меня выучили, то я и знаю. Понятие депрессия было гораздо уже. И это слово в обязательном порядке для меня с точки зрения классического, психиатрического и психологического образования всегда сопряжено с чувством вины. Движителем тревоги является беспокойство за будущее. Движителем депрессии является вина. Более того, сразу вам это очень пригодится. Эта вина всегда моя. Я виноват. Потому что, чтобы вы понимали и знали, и вы это увидите на своих будущих клиентах. Если в моей депрессии виновата мама, командир с его неправильными указаниями, а президент, не знаю, русские, американцы, то это не депрессия. Это обычная истерика. Депрессия – это чувство, нарастающее моей вины перед собой и другими. Когда я виноват перед своей мамой, я виноват перед самим собой за то, что я не состоялся, не реализовался. Например, тогда можно говорить и думать о депрессии как некой психологической серьезной проблеме. Вот эта простенькая схемка, ну, проще не бывает. Она позволяет понять одну простую вещь. Есть вещи, в которых медицина, я же в данном случае выступаю от имени медицины, психиатрии, заблудилась окончательно и бесповоротно. И вам, психологам, чисто практических случаев, раскручивать эту путаницу обратно. Вот эта схема означает, в частности, следующее. Тревожной депрессии не бывает. Это чушь с точки зрения чисто практического подхода к человеку. В теории можно написать все, что угодно. Бывают преимущественно нарастающие симптомы тревоги и бывают преимущественно нарастающие симптомы депрессии. Даже не хочу говорить симптомы, потому что боюсь слова болезнь. Признаки. С точки зрения практической работы, я, психотерапевт, должен помочь кому-то из вас, тревожная депрессия – это чушь. Отписка в листе каких-то заключений. Здесь, в середине, у нас получится настоящее, да, вот этот неуловимый миг времени, который мы называем настоящим. И здесь тоже бывают свои проблемы и расстройства, вне всякого сомнения. Это проблемы и расстройства, о которых я сегодня все рассказать точно не успею. Это расстройства воображения. Но отметить их существование очень важно. Итак, тревога – это чувство, которое возникает из-за того, что мы не знаем своего будущего. С этим связано бесконечное количество всяких разных вещей и проблем. В частности, походы к гадалкам, бабкам, колдуны, маги. Все это средства для того, чтобы как-то облегчить депрессию, как-то облегчить тревогу. Однако, как вы только что сказали, те немногие, кто выступили, вас не очень волнует проблема тревоги, вы не понимаете, что это такое. Почему? Потому что вы в армии. Тревога – это тоже очень важно понять. Не болезнь. Это естественная оборотная сторона свободы. Просто другая сторона того слова, которое называется свободой. Если вы немножко задумаетесь, вы поймете. Когда у человека в жизни нарастает свобода, у него нарастает неопределенность. А вместе с ней растет тревога. Меня уволили с работы. Я потерял, я говорю, точку опоры. Моя тревога скачкообразно возросла. От меня ушла жена? Я потерял точку опоры. Моя тревога скачкообразно возросла. Я должен делать что-то другое, но я пока не понимаю, что делать для того, чтобы мое будущее было стабильным. Можно вопрос? Нет. Поскольку мало данных для вопросов. Вводно. Как бы армия, хотим мы с вами этого или нет, максимально несвободное место. То есть это некоторая зона, в которой ваши действия предопределены полностью, на 100% указаниями вышестоящего командования. Которому вы не можете не соответствовать. Это место, в котором, в отличие от жизни за пределами армии, как в тюрьме. Вы будете иметь очень много проблем, связанных с настоящими, в условиях изоляции, тюремной. Но вы не будете иметь проблем тревоги. Они будут скачкообразно возрастать, как только вы получите противоречивые указания от командования. Неправильные указания, с вашей точки зрения, от командования. Как только вы придете во внутреннее несогласие с указаниями вышестоящего начальства. Но в принципе, в некотором смысле, человека, который служит в армии, и это главная проблема. Ваша. Как индивидуальности нет. Ну нет. Он муравей из муравейника. Он может действовать только в связи с указаниями. И никак иначе. Он лишается искусственным образом тревоги. И за это он платит собственной свободой. И это выбор. Это не осуждение, не критика армии. Это просто некая абсолютно естественная вещь, которая одновременно будет главной армейской проблемой. Всех, с кем вы будете служить, кого вы будете консультировать. Перестать тревожиться можно только одним способом, потеряв себя. У животных нет тревоги. Ими руководит инстинкт, некая программа, которая точно сообщает им, что нужно делать в будущем, куда лететь, где организовывать места нереста, когда искать самца, самку. У нас нет этой программы. И в качестве такой программы может выступать авторитарное общество. Само собой разумеется, что армия это максимально авторитарная из всех возможных обществ. Не потому, что это плохо, а по своей природе. Она такова и все. Стало быть, в армии вы в первую очередь будете сталкиваться с разными феноменами вины перед самим собой, с потерей себя. Друзья, поскольку внутренний призыв быть индивидуальностью, быть свободным, это такой же естественный призыв человека, он в сущности образует дихотомию между виной и беспокойством, и тревогой. Армейские служащие, я имею в виду в последнюю очередь срочников, в первую очередь я имею в виду тех, кто приходит на постоянную службу в армию, они тем самым преодолевают чувство беспокойства, но теряют себя. И поэтому тотально главная задача армейского психолога всегда будет вернуть человеку его индивидуальность. Вся проблема в том, что человек без депрессии быть не может. Вы себе можете представить нечто противоположное, ну скажем, человека с отсутствием депрессии. Если человек придет к вам и будет жаловаться на плохое настроение, вы его отправите к психиатру? А как вы отличите депрессию не от депрессии? Давайте набор. Это же, как вам сказать, это некоторая грань принципиально важной для вас знаний. Вы в основном, если вы будете практическими консультантами в частях, будете иметь дело именно с этим. Как вы отличите? Депрессию, а к ней депрессия. Вы считали основную характеристику? Если человек испытывает вину перед собой, считает, что он зря пошел в армию, считает, что у него что-то мучительно не получается, и в этом виноват он, то вы его отправите к психиатру, а тот назначит ему антидепрессанты, и более того, собственно, после практически любого визита к психиатру, ваш коллега будет демобилизован. Никто с диагнозом не оставит его служить. А вы будете звоночками, которые будут... То есть, солдат, как вы. Ну, так, посмотришь на ваши лица, прям мечта. Вы такие, блин, веселые, жизнерадостные, позитивные, радостно общаетесь, отвечаете на вопросы. Что-то я так, как посмотреть, есть ли такое впечатление, что у вас тут у двух третей депрессия. Нет. Вообще, если пользоваться современными критериями депрессии, с этим все очень просто. Открываете интернет и пишете там, современные критерии депрессии. Вы там прочтете такое, что легко поймете, вас надо срочно госпитализировать, а уж в крайнем случае, уж демобилизовать точно. Сто процентов. Практически сегодня психиатрия договорилась до того, что любые проявления плохого настроения являются депрессией. А на самом деле это что такое? Может быть и ипохондрия. Может быть и ипохондрия. А что такое ипохондрия? Что такое ипохондрия? Будете подавать? Это наша, знаете, стандартная болезнь. Мы с удовольствием пользуемся какими-то словами, но не понимаем, что это значит. Непохондрия – это практически психосоматика. Это перенесение, вытеснение некого психологического переживания на органы. Человек переживает какую-то психологическую проблему, а жалуется на понос. И вообще он стремится объявить себя больным, потому что это выгодно. Или объявить себя больным, потому что он не справляется с подготовкой, например. А я сейчас, я сейчас про депрессию. Че, а когда? А когда че? Ну, начал говорить, говори. Как определить, как человек умрет или правда, например, он умрет? Симулятор? Есть великое счастье, да, правда великое, что определить этого невозможно. Если вы, там есть такая специальность, называется профайлинг. Это, к сожалению, дикая чушь, потому что, ну, да, в общем, такие телепаты-профайлеры, это, знаете, фильм, сериал американский «Light to me». Ну, вы знаете, вы проходили, вы должны были, обязаны это проходить, что человек, даже очень талантливый, не может удерживать в зоне внимания более семи факторов одновременно. Для того, чтобы разговоры о профайлинге были правдой, вы должны удерживать одновременно в зоне внимания не менее 50 факторов, ну, например, работы мышц человеческого лица. Это невозможно, даже при долгой и упорной дрессировке. В конечном итоге, к сожалению, профайлер, как психиатр, он увидит то, что захочет увидеть. И психолог, кстати говоря, тоже. Потому что, живя, обретая тупики и не умея отвечать на простые вопросы, ну, простые. Не шо, современная медицинская наука будет считать депрессией. А шо вы будете считать депрессией? Потому что, еще раз вам повторяю, сегодня, если вы залезете на сайт в интернете, любой русский, украинский, и почитаете про признаки депрессии, вы поймете, все, хана, пора идти сдаваться. Существует один-единственный способ отличить лжеца, симулянта, диссимулянта от нелжеца. Он называется эмпатией. Я думаю, что эмпатия – это такая вещь, которую вы будете проходить в самой последней, а может быть, еще даже и вообще никогда не будете проходить. Но эмпатия в современной психологии, в НЛП, в эриксоновском гипнозе, описывается как подстройки. Я могу почувствовать лжеца, но я могу сделать это только через себя. Я должен более или менее подстроиться по позе, по дыханию, принять его выражение лица и задать себе вопрос. Вот если бы я так стоял, ходил, говорил, дышал, я бы лгал? И тогда, через некоторое время, тренируясь, можно научиться различать ответы и сказать, врет человек или нет, придумывает или нет. Или говорит он об одном, а болит у него что-то совершенно другое. Вообще подстройки, эмпатия – это то, с чего с точки зрения европейской, американской, сегодняшнего начинается психолог или психотерапевт, практикующий. Нет эмпатии, ты не можешь работать там, кем угодно другим. Ты можешь работать психологом-исследователем. Супервизор любой психологической специальности будет пытаться понять, вы пользуетесь эмпатией или нет. Но самого понятия супервизор в странах наших отсутствует, поэтому даже нечего обсуждать. Вам нужно всего-то сдать экзамен. А они движение души, супервизию, не предполагают. Человек не может жить без депрессии и чувства вины, господа. Поскольку через депрессии мы понимаем и осознаем те ошибки, которые мы совершили в прошлом. То есть мы их уже совершили. Я не знаю. Тут у меня жаловался молодой человек на депрессию недавно, военный. Выяснилось, что он в армию ушел, потому что девушка у него забеременела. Рожать, ну как бы отвечать за это дело он не хотел. То, что он называл депрессией, было его хроническим чувством вины. Он был в военной части, и поправить, как ему казалось, это дело уже никак не мог. А там, когда он ушел в военную часть, она вдруг стала для него ценной. Если у меня нет депрессии, господа, я идиот клинический, по той простой причине, что у меня всегда все хорошо. И даже когда у меня все плохо, я все равно чувствую, что у меня все хорошо. Я опасен для себя, потому что я не могу почувствовать своих ошибок. А мои ошибки, и вы, наверное, это знаете, потому что это знают люди любых возрастов, могут вызывать во мне переживания самой разной глубины. Еще раз, нельзя помериться чувством вины. Нельзя. Анкетные методы психологии не могут этого описать. Как человек отвечает на анкетный опрос? Ну, даже если мы предполагаем, что он отвечает правду, он отвечает так, как он чувствует, так, как он понимает этот вопрос. На самом деле нормальные шкалы, например, шкала Бека по депрессиям, Аарона Бека я просто очень уважаю, лично знаю. Он сейчас очень пожилой человек. Но проблема в том, что он теперь и раньше говорил так. Для того, чтобы получить достоверный результат шкалы Бека, вы должны понимание каждого вопроса обсудить с клиентом. Он правильно понял ваш вопрос? А еще есть вопрос перевода. Кто переводил шкалу Бека? И Бек утверждает это про любые психологические тесты. Да. Еще я хочу сказать вам две вещи, которые вас, может быть, удивят. Вещь первая. Не бывает объективной диагностики депрессии. И вообще, не бывает объективной диагностики в современной психиатрии. Я уж не говорю психологии. Мы используем субъективную диагностику. И поэтому утверждать некий диагноз на самом деле не может ни вы, ни психиатр. Это просто его взгляд на пациента, и не более того. Взгляд этот исходит из следующей мысли. У человека не должно быть плохих мыслей и настроений. Я надеюсь, что вы понимаете, что это чушь. Потому что иначе человек не сможет учиться. Вы приходите куда-то учиться в силу того, что чувствуете некоторую потребность в изменении. Это значит, что ваша предыдущая жизнь вас не устраивает. Депрессия сопровождает человека, когда он проходит критические возраста, когда он из ребенка становится подростком. Не помните таких депрессий? Нет? Когда он из подростка становится взрослым, теряет девственность, создает семью, и вынужден принять еще одного человека, думать уже не только о себе. Так будет происходить дальше и дальше, до тех пор, пока вы не зададите себе вопросом, а что у тебя такое плохое настроение? Что у меня не так? Что меня не устраивает? Поскольку депрессия – это просто эмоциональный знак. У вас что-то не так. Вы чувствуете себя виноватым перед другими или перед собой за что-то. Исходя из этой схемы, как вы думаете, что я посоветую вам делать с людьми, у которых вы подозреваете депрессию? Все простые схемы всегда очень полезны. Нет, не подскажете мне, что делать. Ваша депрессия связана с тем, что вы пытаетесь мыслить стандартно. И не пытаетесь думать глубоко. И эта депрессия будет усиливаться. Если вы не захотите думать глубоко о тех понятиях, которые проходите, и не захотите думать об эмпатии, не захотите соотносить разные всякие человеческие состояния с собой. Исходя из этой схемы, если здесь депрессия, тут тревога, все, что вы можете и должны делать, это пытаться перенести человеческие мысли в будущее. Начать создавать вместе с человеком планы. Не разбирать прошлого. Чем больше вы будете говорить о прошлом, тем больше вы будете погружать его в чувство вины. Обсуждать планы на будущее. Или работать с воображениями. Работать с воображением. Ну, например, я работаю по технике символ драмы. То есть, пытаться создать ему некоторое, устраивающее его настоящее. Это вина в армии. Что бы вам человек ни говорил, всегда будет связано с его чувством несвободы. За счет того, что он несвободен, он не может тогда, когда он хочет, в отличие от светского человека, пойти к маме и извиниться перед ней, например, пойти к этой девушке, о которой я рассказывал, и сказать, все, я сейчас отслужу, мы распишемся, это будет мой ребенок, и так далее, и тому подобное. Поэтому обсуждать это вредно, вы можете довести человека до суицида. Мы должны сказать, давай, все, все, закрой глаза, и давай представим себе картинку в будущем. Как ты, вот сейчас у тебя будет там отгул, увольнительный, как ты поедешь к этой девушке или к маме, давай вместо того, чтобы ныть, говоря старым русским языком, мы будем что-то планировать. Потому что есть общее правило, вы его все знаете, оно оказывается невероятно важным в реальной деятельности практического психолога. Правило это заключается в том, что будущего мы все равно не знаем, мы можем его только планировать. А прошлое мы не можем изменить. Поэтому ковыряние в нем бессмысленно. Человека, находящегося в депрессии, исходя из этой схемы, бесполезно ковыряться в его детских травмах, даже опасно. Потому что он и так в прошлом. Вам надо вернуть его сюда, возможно на плац, в настоящее, либо с помощью воображений. И планировать будущее, потому что я вас уверяю, что если вы в большинстве случаев, которые вам будет хотеться вызвать психиатра, просто займётесь тем, о чём я говорю, а это совет и практика, а не теоретика, то нужда в психиатре отпадёт. Причём удивительная штука. Какой ещё главный армейский феномен? Педагогия. Изоляция. Изоляция – это смена всего привычного, привычных общественных связей, привычных способов взаимодействия с социумом на другие. В некотором смысле человек в любом случае оказывается изолированным от общества. Вот тут вступает тот тюремный разговор, о котором я обещал вам тоже сказать пару слов. Когда человек субъективно, не так, как хочет его начальство, а он субъективно чувствует себя в условиях изоляции, может, кто оказывался, я там не знаю, отбивался от поезда или от похода какого-нибудь, терялся в горах, то его воображение может выкидывать чёрт знает какой бред. Он вам всё расскажет и про шизофрению, то, что вы оцените, как шизофрения, и про чертей из Марса, которые воздействуют на него зелёными лучами. Вы будете психперевозку вызывать, он может, есть какая-то часть людей, которые этого и хочут, тех самых диссимулянтов, и бог выяснили. Но, зная вот об этой схеме, если вы начнёте просто не успокаивать, и вы говорите, ладно, ну хорошо, ладно, мы знаем с вами, что в армии тревожная часть, она меньше всего. Она есть уже, но она меньше всего. И вы начнёте с ним обсуждать какое-то его будущее, то есть, вступите в привычное с ним взаимодействие социальное. Это же понятно, да? Это же не психотерапевтический приём обсудить будущее и построить планы на будущее. То тогда вы можете его вытащить чёрт знает из чего, из того, что вы будете определять как психоз. Я хочу, чтобы вы поняли, в медицине слово психоз это абстракция, литературная метафора. У нас нет окончательного определения психоза. Мы не знаем, что это такое. Это удобное слово. И поэтому вы просто, если вы немножко подождёте и поговорите, и попробуете построить планы на будущее, я вас уверяю, что огромное количество шизофреников вы будете воспринимать совершенно по-другому. Главная особенность психологов. для психиатра он волшебник вообще. Он скашивает глаза, смотрит на человека и видит в нём шизофрению. Но это его единственная задача. А вы обязаны помнить одну простую вещь, и она вам пригодится юридически тоже. Вы пользуетесь методом наблюдения за человеком. И этот метод наблюдения имеет свои критерии. Наблюдение не может ограничиваться одним осмотром, потому что один осмотр никогда не будет объективен или даже приближаться к объективности, поскольку зависит от вашего состояния. ну вот вы меня сегодня устали, вы сегодня устали, кто спит, кого я раздражаю, я сейчас закончу. Я, видите, усложняю жизнь, которая оказалась вам простой. Поэтому вы его понаблюдаете в лазарете, как положено по методу наблюдения, прописанному в любых ваших учебников. 5 дней и построите с ним планы на будущее, прежде чем его госпитализировать, потому что я хочу, чтобы вы понимали, если вы его госпитализируете, то вы его не спасете, а покалечите. Возможно, на всю жизнь. Вы находитесь, вы все время будете иметь дело с ситуациями кризиса. И самое главное, что я вам хочу сказать, не будьте психиатрами. Не может человек, как это происходит сегодня в медицине, за 10 минут, отведенных на прием, сказать человеку, ой, у тебя тяжелое психическое заболевание, тебе надо всю жизнь принимать таблетки. Это невозможно, потому что любые таблетки это наркотики. Это последнее, что я объясню. Воспользуйтесь методом наблюдения, поместите его в лазарет, поместите его в какие-то условия, в которых ему станет чуть полегче, они будут чуть более привычными для него, чем армейская служба. И посмотрите, поговорите с ним, построите планы на будущее. Дайте себе несколько дней. Помните, что во всех религиях мира один из главных лозунгов не судите, да не судимы будете. Потому что вот молодой человек, прямо рвется в бой, потому что ему хочется судить. Фигня этого психушку, этого надембель. Помните, что вы чужими судьбами будете распоряжаться таким образом. помните, что сегодня мы, люди, которые к вам приехали, убеждены, что только 10% людей, которые лежат в психиатрических клиниках, госпитализированы туда правильно. учитесь чувствовать переживания другого человека, иначе никакими психологами вы не будете. Если вы не сможете этого делать, вы или станете садистами, или сбежите с этой работой. Помните, что нет объективных методов, потому что если бы некие объективные методы воздействия на человеческую психику были, то нами было бы можно легко манипулировать, и всякие Сталины, Путины, Порошенко будут делать с нами что хотят. Все наши знания о душе другого человека относительны. Диагноз это всего лишь литературная метафора. Психиатрия. Да, и что? Я считаю, к сожалению, что это полная чушь. Я объясню. В моей жизни и в моей практике все обстоит с точностью да наоборот. Когда я сегодня читаю третью лекцию подряд, я пытаюсь почувствовать аудиторию, подстроиться под нее и попробовать сказать то, что вам нужно. При этом некоторые абсолютно безнадежные слушать не будут все равно, просто потому, что им ничего не нужно. А некоторые будут слушать очень внимательно, и им это пригодится. Но я в результате испытываю удовлетворение. Если я возьму тупой учебник и буду вам читать абзац за абзацом, это будет замечательно, но я мгновенно выгорю эмоционально. И ваши, наши, ихние религии постоянно повторяют, что самое главное в жизни это любовь. И это так. Потому что если вы вспомните о своей личной жизни, то вы поймете, что только любовь дарит человеку энергию. Не обязательно любовь к противоположному полу, к мужчине или к женщине. Это может быть любовь к профессии, к больным, к клиентам. Это может быть любовь к науке, это может быть любовь к творчеству. И, кстати говоря, это будет спасение. Потому что если вы в своей части заставите командиров объясните им необходимость, сделаете какой-то творческий кружок, любой, элементарный, рисовальный, музыкальный, танцевальный, то удивительное дело у вас почти не останется в части душевно больных. Правда, есть одно условие. Ведущий этого кружка должен вкладывать в дело душу, а иначе он выгорит. Нельзя заниматься тем, что тебе неинтересно. как нельзя спать женщиной, которую ты не хочешь. Потому что наутро вам обоим будет противно. Вот где корень эмоционального выгорания. корень эмоционального выгорания в том, что нас с вами учат не любить. А это противоестественно для человеческой души, у нее исчезает энергия. А если я люблю свою профессию, я не выгорю никогда, я сейчас могу пойти читать еще одну лекцию. А если я это не люблю, то мне скажет Настя Александр Геннадьевич, пойдемте там еще почитаем лекции. Я скажу, не, все, я свое отработал, денег давай. Потому что я буду отрабатывать, а не работать. А если я люблю, то неизвестно, что для меня лучший отдых. Разговор с вами, пусть даже на 90% безнадежный. Что для меня лучший отдых? Заняться анонизмом или провести время с любимой женщиной? Это да. Однако, батенька, если вы по настроению будете заниматься только анонизмом, вы очень быстро выгорите эмоционально. Да, это будет грустно и уныло, и постель грязная, и все. Да, вот. Поэтому никогда не путайте. Это вас всегда будут обманывать. Говоря, реагируйте спокойно. Это есть и есть путь к тому, чтобы вы эмоционально выгорели. Если вы будете любить своих бойцов, вы всегда будете полны энергии. Как только они станут для вас отработкой, мясом, вся проблема в том, что мы путаем, вечно путаем, сейчас перепутали окончательно, психологическую помощь и манипуляцию другим человеком. Мы ищем способы непонимания, а понимание это есть всего лишь вариант любви, действующий, скажем, в любви дружеской. а мы ищем способов манипуляции. И к сожалению психиатрия сегодня это всего лишь способ манипуляции человеком своих интересов. Как только вы перестанете внутренне манипулировать, а начнете помогать, ну ладно, но все-таки я могу себя привести в пример. Я написал 20 книг, почти 15 лет вел радиопрограмму часовую каждый день, где сам подбирал музыку, одновременно работал заведующим реабилитационным отделением в больнице, одновременно у меня у себя была семья, конечно. И вы знаете, не выгорел. Почему? Да потому что я делал то, что я любил. А когда любовь заканчивалась, я переставал делать. Любой наркотик это вещество предназначено для изменения состояния сознания человека. Вне всякого сомнения психотропные препараты, нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы предназначены ровно для того же. Я не буду вам сейчас говорить о сходствах и отличиях. Напомню только, что наркотик это понятие юридическое. Не медицинское, не психологическое, а юридическое государство выпускает список номер один, в котором перечисляют вещества, которые запретны для использования, употребления и исследований на территории данного государства. делают это юристы, усредняя данные медиков. Так вот, я вам хочу сказать, что из очень модных и очень широко использовавшихся, к сожалению, в России психотропных препаратов, в том числе для лечения, которые пытались использовать для лечения наркоманов, вот все 90-е годы мы их кололи, а в начале 2000-х запретили аж 4 таких препарата, как смертельно опасных для жизни. Никогда не надо забывать, что типичные нейролептики содержат хлор, активный хлор, являются фактически с другой своей стороной боевыми отравляющими веществами. Помните, что отправить человека к психиатру, это отправить его на эти препараты, а грань вот ее в светской жизни не существует. В реальной жизни у нас человек может прийти, конечно, к частному психологу, платному, но только в армии его сначала отправят к психологу, а потом к психиатру. Это было бы очень хорошо, если психолог и в нашей жизни светской стоял посередине, грамотный, конечно, психолог, любящий свою профессию. Но пока это есть только у вас, поэтому не гробьте, пожалуйста, своих ровесников и спасибо вам за внимание. Хорошо? Мне так жалко многих, все спят, да, я скучный, поэтому что? хорошо? Еще вопросы? Тут я сяду. Мама! Тут никто не сидит. Это кресло не для сидения. Есть еще вопросы? Я старшее поколение, я на вас очень надеюсь. Удачной вам службы и спасибо, что не заснули совсем. Удачи! АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТЫ